Всем привет, мои хорошие! Хочу похвастаться и показать вам мои новые ноготочки, хотя буквально пару дней назад я уже делала коррекцию. Кто помнит голубые ноготочки, это был четкий квадрат и он был безумно неудобный в носке, постоянно оставлял затяжки на моих колготках. Поэтому я решила переделать, несмотря на то, что только сделала, потратила время, силы, все равно решила переделать и сделать какие-то удобные ноготочки. Это миндаль, как вы видите, и он безумно удобный в носке. Я решила не делать супер длинные. Вот это вот самое то. С сегодняшнего дня я начинаю снимать неделю влогов. Как-то я поставила опросник в инстаграме пару дней назад. Хотите ли вы неделю влогов? И как вы думаете, 90% ответили, что хотим. Я думаю, я просто обязана начать снимать неделю влогов. И сегодня это у нас первый день. Наверное, влоги будут не сильно длинные, не супер насыщенные, потому что я их снимаю каждый день. И каждый день у меня что-то интересное, если честно, в жизни не происходит. И вообще неделя влогов никогда не набирает супер много просмотров, потому что людям просто надоедает каждый день смотреть влоги. Но несмотря на это, я все равно решила начать снимать. И сегодня у нас первый день. Каждый день утром буду загружать для вас влог. Надеюсь, что вы зацените и будете смотреть. Сегодня мы с мамой хотим пойти на завтрак. Один раз я была в этом заведении на завтраке, и мне очень понравилось. Я сказала маме, что давай мы тоже сходим, чтобы мама тоже попробовала. Я маме сказала, не завтракай. И как вы думаете, она позавтракала? Конечно же, да. Очень плотно. Ну ничего. Второй завтрак будет там. Надо еще придумать, что же надеть. Вроде одежды много, а носить, как всегда, нечего. Посмотрите, какой у меня здесь порядочек. Ну не идеально, конечно, но я стараюсь соблюдать. И у меня еще освободилось очень много пространства. Вот эти два ящика, они почти пустые. Все из-за того, что появилась прихожая, дополнительное пространство. Вообще, я считаю, что в квартире чем больше шкафов, тем лучше, потому что вещи всегда найдутся. Я остановила свой выбор на вот этом платье сайта Шейн. Оно безумно красивое. Мне оно очень нравится. Длинная рука. И, скорее всего, надену ботфор. Это будет смотреться самое то. Еще, кстати, вчера я подстригла волосы. Не знаю, почувствуете ли вы разницу или нет, но где-то вот столечко моих волос уже нету. Но так выглядит гораздо ухоженнее, поэтому я ничуть не жалею об этом. Я думаю, для полного образа не хватает украшений, какую-то цепочку. Можно даже вот эту взять. К моему образу, я думаю, безумно подойдет вот эта цепочка. Я ее очень люблю. Она несколько лет просто лежала у меня в коробке в порванном виде. Потом я дала ювелиру, он мне ее починил. Я ее очень люблю. Покупала, когда мне было лет 15. Еще, когда мы жили в Саратове. Но, несмотря на это, то есть прошло столько лет, но до сих пор я ее очень люблю. И она до сих пор актуальна. Еще то, что мне нравится, здесь цепочка не супер тонкая. Если сейчас зайти в ювелирные магазины, там все эти тоненькие цепочки супер тонкие. А в этом случае она достаточно такая увесистая и полновесная. А на ручку надену вот этот браслет. Это тоже золото. 585-е пробы. Мы уже на месте, но мама до сих пор не проголодалась. Что мы будем делать? Заказали завтрак. Видимо, его придется кушать в ней одной. На самом деле, листать просто так меню не было никакого смысла, потому что мы пришли, конкретно зная, чего мы хотим. На наше удивление, еще сидело 4 столика и тоже завтракали. А вообще, в этом заведении небольшой поток клиентов. И учитывая, что сегодня среда и плюс утро, было немножко удивительно. Внимание мамы, да и мое внимание тоже привлекли вот эти стаканы. Они мне напоминают мое детство и деревню. От них такая приятная ностальгия и своеобразный вайв. Поэтому однозначно эти стаканы я была рада видеть на этом столе. Хочу сразу наперед сказать, что мне безумно понравился этот завтрак, как в первый раз, так и во второй. Но мама, на мое удивление, осталась недовольна. Возможно, это было связано с тем, что она пришла уже сытая. А возможно, у нас с ней просто разные вкусовые предпочтения. Но однозначно мы решили, что когда приедет папа, брат и наша вся семья, мы обязательно организуем очень крутой завтрак. С разными разновидностями просто всего, за каким-то круглым столом на природе. Возможно, даже когда-нибудь вам это и засниму. Так как у меня есть данные аналитики, я знаю, что у меня очень много зрителей вне Азербайджана. Поэтому хочется сориентировать вас по поводу цен и некоторых нюансов этого завтрака. Начнем с того момента, что весь завтрак нам обошелся в 27 монат. Это учитывая, что нас двое, то есть завтрак на два человека. И к вам не может присоединиться третий или четвертый. Если вас трое или, например, четверо, вы должны заказать завтрак на троих и четверых. То есть вот такие вот моменты. Я немножко, если честно, не понимаю, какая разница, съедим мы это вдвоем, или, например, нас будет трое. В чем смысл этого? Но это не то, что это конкретное заведение придумало эти правила. Они распространяются на большинство заведений и большинство завтраков. Кстати, здесь чай и хлеб безлимитные. Если ваш чай заканчивается, вам наливают абсолютно бесплатно новый. И хлеб то же самое. Если хлеб ваш заканчивается, вам нарезают и приносят новый. После такого сытного и плотного завтрака мы решили немножко пройтись по магазинам. Сегодня последний день скидок во всех магазинах после черной пятницы. Уже на многие модели сапожек, к сожалению, размеров не осталось. Но это не остановило меня. Мне очень понравились вот эти вот сапожки или боты, как они правильно называются. 50% скидка и сейчас они стоят 61 монат. Мне кажется, это очень хорошая цена за такую прекрасную обувь. Я не могла долго определиться, какого же цвета я хочу. Я, честно, хотела светлые, но потом я подумала, что это не очень практично. И выбрала вот такой цвет хаки. Как раз подойдет под мою куртку новую, которую я купила в Zara. Еще смотрела здесь сумочки. Ну, очень милые, но скидка была совершенно небольшая. Поэтому, естественно, я просто посмотрела. Да и вообще подобные сумки я, честно, не очень люблю. И, кстати, сумка, которую у меня сегодня с собой, я тоже покупала здесь. И вот такая вот есть золотистая. Вы меня знаете, когда я вижу скидки, я просто не могу держать себя в руках. А здесь был такой момент. Я хотела именно цвета хаки, но хаки были только 37 размер, а я хотела 36. А 36 были только черные. Я вот долго думала, что делать. Черные мне не нравились, а другие были немножко большеваты. Я вернулась домой одна. Мамочка дальше ходит по магазинам, хочет себе что-то прикупить из одежды. И мы обычно с мамой ходим по магазинам по отдельности, потому что то, что нравится ей, не нравится мне. И наоборот. То есть, когда мы ходим по магазинам, мы вообще не сходимся по вкусам. Поэтому лучше ходить порознь. И недавно был день матери. Я долго думала, что же ей подарить, что ей понравится. Сначала хотела купить цветы, там, подарок. Потом посоветовала с мамой. И у меня мама не любит сюрпризы. И обычно, когда я ей что-то покупаю и не говорю об этом, в результате она остается недовольна. Вообще, я сама тоже такой человек. Я люблю, когда со мной согласовывают подарок, когда дарят что-то нужное. Поэтому я подарила маме просто деньги. И сегодня мама сама сходит и выберет, что она хочет. Хочет что-то, пусть купит из посуды. Если хочется, пусть что-то из одежды. Все, что угодно, я сказала маме. Вот тебе деньги, пожалуйста, иди покупай. Хотела купить большой букет цветов. Но знаю, что мама будет меня ругать за это. Цветы завянут. Это просто деньги, выброшенные на ветер. У всех людей разные взгляды. Кому-то нравится, когда им дарят цветы. Поэтому я решила оставить все на выбор мамы. И просто подарить ей деньги. И посмотрим, что она себе купит. А я себе купила обувь. Хотя мама сказала, что это смотрится просто ужасно. Я решила, что я хочу эту обувь. Таких у меня ботов, или как правильно они называются, не знаю, у меня нету. И тем более, если вы давно смотрите мой канал, недавно я покупала себе куртку в Zara. Она похожего цвета. Сейчас, кстати, сравним. По пакету понятно, где я купила. Кстати, везде сейчас скидки. Я решила воспользоваться, ну как везде, кое-где скидки. Я купила с 50% скидкой. Вот такие вот сапоги. Здесь поверхность матовая. Очень приятная на ощупь. Здесь нету замка. Но смотрится очень стильно. Я думаю, классно будет заправлять джинсы скини прям сюда. Немножко, кстати, размер большеват. Это 37-й. Я хотела 36-й, но его просто не было. Я другую модельку померила 36-й. 36-й был достаточно, ну как бы лучше сидел на самом деле на ноге. Просто черный я не хотела. Поэтому пришлось взять 37-й. Но ничего, с теплыми колготками, там с теплыми носочками будет самое то. И все-таки промах. Я почему-то думала, что они одинакового цвета. Очень похожие цвета, но отличаются. Видите, сапоги они все-таки потемнее немножко. Но ничего, материал очень похожий. Здесь тоже такая матовая поверхность, очень приятная на ощупь. Здесь приблизительно то же самое. Сейчас я сделаю микс и покажу вам, как это все смотрится на мне. Сейчас померяем. Даже, вы знаете, наверное, хорошо, что я взяла 37-й. С носочками самое топ. И вот джинсы так заправила внутрь. Очень удобненько и без каблука, что самое главное. Очень приятные на ощупь они. Посмотрите, какая красота. Еще замиксовать это вот этой короткой курткой. Но цвет, конечно, отличается. Прям сильно отличается. Но все равно, я думаю, классно сочетается все вместе. Сейчас начала разбирать шкаф и смотреть, с чем можно сочетать эти сапоги. И придумала вот такой лук. Пишите в комментариях, нравится вам или нет. Мне, если честно, очень нравится. Как будто я вышла из какого-то мультика. Еще сделать рожки или какую-то классную прическу с хвостиками. И будет вообще класс. Хотя моей маме никогда не нравится, когда я так одеваюсь. Ну, какая разница, кому как нравится. Надо одеваться, как нравится вам. Юбочка так это. Ну, что смешного, я понять не могу. Очень-очень смешно. Во-первых, с этим надо какой-то закрытой, мне кажется, кофточкой. Закрытая, да, кофточка? Где закрытая? Типа водолазки, что ли, что-то такое. И вообще, вообще это все мне не нравится. Ты себе что-то смогла купить? Нет. Ходила, хотела, ничего не издала. У дурачка тут свое место. Не знаю, почему он выбрал именно это место. Наверное, здесь обзор хороший. Видно, кто сколько съел и что именно. Постоянно сидит здесь. Посмотрите, какая милота. Радость мамина, радость. Я маме организовала завтрак, а мама тут мне. Посмотрите, какой стол я организовала. Фруктики. Сейчас будем обжираться второй уровень. Смит этот, кстати, я очень люблю. Надо его дома тоже, кстати, готовить. Потому что видел очень много рецептов в Ютубе. Приятного мне аппетита. Мама, а что ты не пришел? Чаепитие. А, чаепитие. Да-да-да. Ну что, теперь пора работать. Буду делать для вас новую коллекцию. Точнее, я ее уже почти сделала. Называется она Балаклавы. Если вы не смотрели это видео, то обязательно переходите на мой бумажный канал. И обязательно смотрите. У нас, значит, вот такие вот лица. Правда, еще не дорисовала. Тут надо рисовать еще две девочки. И вот такие пакетики. Они получились очень хрустящие. Классные. Вот такие вот пакетики. Но это уже завтра, наверное, буду снимать. Надо закончить. Осталось еще два пакетика. И все, коллекция готова. Обожаю этим заниматься. Я реально очень люблю рисовать бумажные сюрпризы. Если вы не подписаны еще на мой бумажный канал, то настоятельно советую вам это сделать. А я уже дальше, наверное, буду рисовать. И потом спать. Поэтому хочу с вами попрощаться. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас жду завтра. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь. Всем пока.